здравствуйте друзья добрый день очень рада вас приветствовать на наших очередных весенних встречах еще раз представлюсь меня зовут мальцева юлия я нотициолог я автор блога йога детокс йога body language и автор в общем то этого аккаунта где у нас меня сейчас смотрите в инстаграм я ферменталист веду группу fermentorium probiotic club где мы говорим об исцеляющей силе ферментированных продуктов о традиционных методов приготовления еды и о исцеляющих рецептах и цель наших весенних встреч да почему их провожу по весне мы обсуждаем те продукты которые у очень многих людей весеннее время вызывает определенные проблемы будь то проблемы с пищеварением будет недостаток энергии и различные аллергические проявления либо повышенная чувствительность к этим продуктам мы разбираемся в том какие возможно проявления с чем это связано и пытаемся найти решение которое позволили позволят нам без крайних действий весь крайних ограничений оставить в нашем рационе по возможности более широкий широкое представление этих продуктов да то есть чтобы нам не идти на какие-то крайние меры без разбора я считаю что без необходимо без крайней на то необходимости без показаний совершенно не стоит кидаться в какие-то крайности исключать полностью все зерновые да как вот мы обсуждали на это на прошлой лекции будем обсуждать сегодня исключать все молочные продукты я недавно готовилась вот к этой лекции и пересматривала очередную лекцию как раз алисио фазана мы сегодня будем говорить если вам известен этот человек этот очень интересный исследователь доктор поставьте пожалуйста плюсики да то есть если вам известно это имя алисио фазана поставьте пожалуйста плюсики и он говорит он он сказал на своей лекции такую такую мысль что вы знаете почему говорит причем этот человек он известен как раз тем что он объяснил механизм возникновения проницаемости кишечника с каким образом она формируется у человека он открыл белок под названием зонулин который вырабатывается в нашем организме так вот то есть его все знают как противника глютена на самом деле это не так он никогда не говорил что глютен вреден всем а что на самом деле говорил я озвучу вот вам сегодня так вот он сказал что вот если вы безглютеновую диету не пропагандировали такие лица как опра винфри да там кайли минаук и прочие гвинет пэлтроу и прочие вот знаменитости то она бы никогда бы не стала настолько популярна я гритцам сидел на этой диете он горит я сидел на глия на безглютной диете и все обещанные там заявленные бенефит этой диеты она мне не принесла вот как был у меня туман голове с утра так он и остался ну в общем там такой шутник в общем то и но в этом есть в каждой шутке есть большая доля правды так вот о чем мы сегодня поговорим мы поговорим о том что такое глютен кому он опасен всем ли он опасен и как различное проявление нашей реакции на глютен да и когда это происходит как отличить друг от друга мы поговорим про методы диагностики мы поговорим про решение 10 ваши действия которые вы можете в каждом случае предпринять поскольку информации очень много я буду переходить тогда уже и пытаться рассказать очень быстро но все ваши комментарии я очень очень жду я их все читаю на трансляции на странице трансляции поэтому обязательно пишите чтобы наша встреча была максимально полезной так вот глютен переводе с латыни обозначает клей и глютен представляет из себя сложный белок зерновых который представлен двумя видами композиционных белков да это проламинами и глютлинами и вот то что мы называем глютеном да это всего лишь одна составляющая вот этого сложного белка поэтому неправильно говорить что все допустим зерновые белок зерновых не полезен да это не так потому что да возможно не полезен только один композиционный материал вот этого белка зерновых так вот продукты соответственно делятся на те которые содержат глютен да что это такое это пшеница рожь ячмень полба спелт и те которые из них получают да то есть основной с пшеницы что получают булгур кускус манную крупу это все все результаты обработки измельчения да вот и рафинации пшеницы ну и соответственно глютен содержится во всех продуктах которые готовят из этих зерновых глютена нет в рисе в любом рисе глютена нет в кукурузе в киноа в гречке нет в просе да или в пшенке как мы ее называем что касается овсянки его никогда не было в овсянке и меня как вы каждый раз под каким-то постом про например про овсяную кашу или как ферментированную овсянку обязательно появляется какой-то комментарий что а в овсянке то есть глютен на самом деле его не было никогда овсянка более того относится к древним злакам и говорили на прошлой лекции что это такое и единственное что здесь имеет место как в принципе и с любыми без жетеновыми другими злаками и не только со злаками вообще с любыми продуктами которые могут лежать на одной разделочной доске вариться одной кастрюле с злаками до иметь какое-то с ними соприкосновение так вот имеет место перекрестное заражение в отношении зерновых это происходит когда зерновые растут на соседних например полях и вот этот вот белок он может быть перенесен допустим насекомыми до или во время сбора и перемалывания урожая то есть уже непосредственно в цехах где идет обработка этих зерновых поэтому некоторых случаях глютен может попадать в овсянку и другие зерновые но он никогда там возможно и не был поэтому если вы ищете гарантированно гарантированно овсянку например без глютена вам стоит искать маркировку о том что это однозначно без глютена вообще такая овсянка будет однозначно стоить дороже потому что обеспечить вот этот эту раздельную обработку раздельное выращивание вдали от полей с глютена содержащими зерновыми ну представьте себе что достаточно затратно поэтому и продукт совершенно обоснованно будет стоить несколько дороже так вот чем вреден глютен вообще в 2010 году было начато и исследование 2011 году было закончено исследование как раз под руководством олеся фазана татьяна спрашивает стоит ли верить таким маркировкам ну ты доверяй но проверяй до читайте отзывы это очень неценный источник если мы говорим про глютен фри все-таки американские или европейские выскала что уровень доверия к ним выше что касается россии все таки я считаю что у нас нет такой организации которая бы на уровне государства занималась вот этой сертификации я думаю что российским вот именно стоит доверять но проверять проверять в первую очередь по отзывам проверять искать информацию об этом на ресурсах и читать на сайте вот этой организации которая ставит маркировку те принципы по которым они проводят эту сертификацию я вообще не склонна ничему верить на на словом поэтому что проверяю так вот согласно вот этим исследованиям да эти исследования выявили что на самом деле глютен он на самом деле скажем так негативно влияет на всех людей независимо от того есть у них аллергия есть ли у них целиакия вообще-то это понятие разное мы сегодня их разведем обязательно по статистике из тысячи человек естественно которые есть будут есть одну и ту же пищу например один тоже тот же хлеб только один будет иметь целиакию 10 будут иметь аллергию и 60 могут иметь чувствительность к глютену так вот у всех людей которые употребляют глютен происходит раздражение слизистой тонкого кишечника и активизируется белок под названием занулин тот белок за который который был открыт во время исследований олечьего фазана этот белок в общем то приводит к тому что вот эти вот ворсинки в кишечнике составляющую кишечную стенку они начинают расходиться что приводит к состоянию повышенной кишечной проницаемости но как опять же говорит олечьего фазана вот я была на его лекции в гарварде в бостоне когда жила в штатах он говорит что ситуация когда человек будет у человека будет развиваться отягощенное состояние после употребления глютен содержащих продуктов случается очень редко то есть у большинства людей у подавляющего большинства людей вот вы съели продукты с глютеном и через некоторое время ваш организм очиститься себя очиститься ворсинки и дальше вопрос простого раздражения слизистой тонкого кишечника дело не пойдет и бояться вам совершенно ничего и не нужно вам переходить на какую-то безглютеновую диету или там еще какие-то более опасные у остальных людей если и только при условии того что есть генетическая предрасположенность есть условия в окружающей среде такие как повышенная токсичность постоянная подверженность химическим каким-то веществам постоянное присутствие в помещении где очень много плесени и грибов и так далее вот в этих условиях действительно может эти условия могут действительно спровоцировать развитие дальнейшей уже болезни которая связана с аутоимонным присутствием то есть целиакия окей физиология вообще люди употребляли глютен содержащие злаки более десяти тысяч лет поскольку вот известно о десяти тысяч 10 тысяч лет люди уже употребляют хлеб до этого люди употребляли цельные злаки потому что вот ну десять тысяч лет лет назад считается вот период изобретения муки то есть человек начал делать хлеб об этом говорят источники первые источники да об этом но мы говорили с вами на прошлой лекции что выведены и вот эти вот новые сорта методом селекции методом модификации какой-то генной были выведены новые сорта пшеницы которая содержит в разы больше глютена чем самая первичная да это и и связано это и с изменением количества хромосом очень интересное исследование антропологов на самом деле о том что например очень хорошо зерновые переносят азиаты почему потому что это удивительно на самом деле о том что размеры поджелудочные железы и слюны и железы которые отвечают за переваривание зерновых они по массе тела и у азиатов больше чем у европейского человека и вот этот вот момент связывают как раз тем что у западного человека зерновые перевариваются более сложно чем у людей определяющих азиатской группе другое сравнение которое например дает вестон прайс объясняя почему человеку очень сложно перевариваются зерновые связано с тем что они сравнивали строение пищеварительного тракта у человека и у коровы например или у травоядных и и у травоядных имеется четыре желудка у человека но только один желудок да и вот это вот строение человеческое но позволяет достаточно хорошо переваривать мясные продукты потому что они быстро перевариваются обрабатываются соляной кислотой в желудке и в кишечнике они не будут бродить что касается зерновых вот для переваривания зерновых зерновых должен нужен очень длительный цикл прохождение зерновых вот по желудочно-кишечному тракту наше строение это время эту продолжительность обеспечить не может и но а нам могут помочь помочь переваривать хорошо зерновые парами лучше дать чем сравнительно лучше такие действия как а ферментация да то есть мы позволяем бактериям пред переваривать зерновые до того как мы еще положим их в свой рот точно такой же процесс идет в кишечнике и в пищеварительной системе животных потому что их в в конечных желудках травоядных как раз обитает большое количество лактобацилл в то время как в желудке у человека их вообще нет вот и то есть аналогичную работу ферментирование проводят лактобациллы в конечных кишечниках травоядных животных непереносимость и определенная степень чувствительности давайте мы будем все называть и состояние для упрощения называть непереносимостью или чувствительностью я под а потом мы их разведем так вот непереносимостью более склонны страдать люди у которых есть семейная история алкоголизма наркомании какие-то психические расстройства люди которые у которых есть недостаток витамина b6 люди о которых есть генетическая предрасположенность к аллергическим заболеваниям люди у которых есть которые следуют неправильному питанию да или не просто неправильной обработки вот этих вот самых зерновых мы поговорили о разных способах на прошлой лекции можете посмотреть запись в посылке в профиле там есть записи вам надо просто подписаться и запись придет к вам на почту а более того а олеся фазана да он своей книге у него есть книга глютен фридом и это не значит что он пропагандирует безгритеновую диету еще раз алиса фазанова с моей точки зрения такой же адекватный человек да и по-другому быть не может и он как раз вот описывает те решения которые можно предпринять чтобы более легче усваивать и переваривать злаки вот поэтому всем кому интересно очень рекомендую книжку алисе фазана называется блютен фридом а можно и купить на амазоне потому что ну на русском языке и и нет так вот какие факторы еще выделяет алисе фазану вот на этой лекции которые я была и и конспекты которыми остались он называет раннее введение зерновых в период первого прикорма прикорма ребенка точно считается чем позже зерновые будут введены вообще в принципе не только глютен содержащие а в принципе зерновые чем позже они будут введены в рацион ребенка тем меньше вероятность развития какой-то степени чувствительности на них обязательно должно быть грудное вскармливание да он обращает внимание на количество и мы говорили с вами о допустимых и рекомендуемых количествах употребление зерновых в для мужчин и женщин до мужчин до 150 грамм сухого зернала для женщин 100 сутки и качество мы с вами говорили что качество может также влиять на усвоение зерновых да то есть по возможности без пяти без пятицидоров по возможности не генномодифицированное и те которые я уже говорил лучше те которые я бы я я сказал что лучше всего убирать отечественные на самом деле они привозные там продукты а из америки из европы потому что у нас больше вы лучше контроль за использование пестицидов гербицидов и у нас нет генномодифицированных семян для выращивания так вот очень важный момент очень важный момент это состояние кишечной микрофлоры вот это вот и след в рамках уже другого исследования под его руководством было выявлено что некоторые бактерии к числу которых относятся всего лишь как пример да сальмонелла они усиливают выработку стимулируют выработку зонулина то есть способствует синдром дырявой кишки с повышенной кишечной проницаемости с другой стороны такие бактерии как бифидос они снижают вот эту вот выработку зонулина поэтому мы можем использовать вот эти вот стратегии вот эти эти бактерии как раз таки для поддержания нормы биоциноза в кишечнике ну и вообще в принципе да в принципе посыл в том чтобы поддерживать оптимальный состав кишечной микробиоты теперь давайте перейдем к основным понятиям аллергия пищевая чувствительность и целиакия мы очень часто применяем вот эти вот все термины используем взаимозаменяемо это вообще совершенно неправильно потому что по механизму аллергия на пшеницу целиакия как аутоиммунное заболевание и пищевая чувствительность это вообще все разные совершенно вещи когда мы говорим про непереносимость мы в первую очередь имеем ввиду все таки целиакию и так аллергия развивается при аллергии развивается воспалительный процесс да когда человек употребляет одну из фракций глютена да глиадин то есть я говорила что глютен это сложный белок вот реакция при аллергии на пшеницу возникает именно на глиадин этот белок распознается нашей нашим организмом как враждебный в результате чего всегда возникает воспалительная реакция то есть аллергия всегда сопровождается воспалением и таким образом вот этот воспалительный процесс он нарушает всасывание питательных веществ и возникает расстройство пищеварения симптомы которые могут указывать на аллергию да это анемия повышенная утомляемость кожная сыпь снижение аппетита дефицит массы тела отечность раздражительность после употребления глютен содержащих продуктов и аллергические проявления они в отличие от чувствительности имеют место практически сразу же ну или в течение какого-то короткого времени также аллергические проявления сопровождаются повышением сердцебиения чистоты сердечного сердцебиения после еды Аня спрашивает действительно я считаю что у нас нет ГМО да у нас в России нет ГМО в России у нас нет ГМО единственное что может быть это я уже говорила в прошлый раз пересмотрите первую лекцию если выращиваемое у нас то есть если у нас в России привезли генномодифицированные семена тогда у нас да выращивают уже из завезенных генномодифицированных семян у нас в России ГМО ну никакие опыты никакие продукты не не производятся методом генномодификации это точно так вот это вот это вот это симптомы на которые можно ориентироваться вместе с тем есть совершенно ну хорошие лабораторные тесты на иммуноглобулина типа И да это на клютен да то есть вы можете пойти в лабораторию сдать этот тест он будет вам говорить о наличии аллергии на пшеницу кроме того есть возможность провести элиминационную диету с последующим тестом на чувствительность к пшенице да плютену но этот метод не поможет вам различить аллергию от 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 лякия или от чувствительности вы просто будете знать что да вы реагируете на пшеничный белок но что это именно вы узнать не будете так вот есть возможность какое может быть решение при аллергии есть возможность снизить степень аллергической реакции через противовоспалительную диету через определенные добавки которые снижают воспалительные процессы через очистительные процедуры я говорила в первый раз и сейчас я тоже пару слов скажу про программу которую я веду каждую весну называется про весну и она как раз направлена на снижение аллергических реакций на улучшение работы пищеварения и в том числе мы работаем по схеме эллиминационной диеты мы проводим тест на пищевую чувствительность это не лабораторный тест тот тест который мы проводим самостоятельно после эллиминационной диеты он очень хорошо позволяет определить те продукты которые вызывают затруднения эта программа она очень эффективна при при чувствительности которая связана с проблемами с пищеварением в случае с аллергией она поможет снизить степень реакции да степень аллергической реакции потому что приводит вашу иммунную систему из состояния повышенной раздраженности в умеренную раздраженность то есть так как она и должна работать то есть вы снижаете таким образом степень аллергических реакций в случае с аутоиммунными процессами степень также может понизиться но все-таки вот в случае с целиакией или аллергии на казеин я бы я бы все-таки рекомендовала исключать эти продукты в случае целиакии да то есть в крайней степени проявления непереносимости все-таки исключать но опять же на программе можно найти разные сценарии которыми вы можете следовать после определения степени вашей чувствительности к определенным продуктам как показывает моя практика не все люди одинаково реагируют к примеру на глютен содержащие продукты например определенное действие как в случае с аллергией так и в случае даже с целиакией и просто при чувствительности могут у одного и того же человека я уже не говорю о разных людях да перевариваться усваиваться по-разному соответственно степень реакции тоже может быть разной ну если мы возьмем например просто отваренные без предварительной подготовки зерновые пусть пшеницу да возьмем ферментированную пшеницу или пшеницу приготовленную там проращивание салат который содержит проростки пшеницы или вообще витгар то есть ростки вот эти все продукты они будут давать разную степень чувствительности также например пшеничный хлеб который приготовлен на закваске или приготовленный просто без вообще бездрожжевой как бы так скажем хлеб совершенно разным будет давать реакцию бездрожжевой хлеб я вообще не рекомендую покупать бездрожжевой хлеб во первых это ну во первых это маркетинговый ход не бывает хлеба без дрожжей дрожжи это организм живущие в земле и пшеница если она росла в земле она имеет дрожжи на своей поверхности иначе не было бы никогда закваски потому что закваска делается из муки и воды ничего в нее не добавляется то что происходит в закваске метод брожения он происходит благодаря дрожжям которые есть на поверхности любого зерна вы не вешайте лапшу на уши под названием бездрожжевой хлеб не существует в природе зерновых бездрожжей поэтому бездрожжевой хлеб это полный фейк не будете не будьте идиотами вот поэтому бездрожжевого хлеба нет хлеб он должен быть дрожжевой что касается добавленных дрожжей они также помогают расщеплять глютен и понижают количество крахмала которое содержит зерновые и это хорошо это очень хорошо что касается коммерческих или диких дрожжей это зависит от вашего вкуса и от вашего предпочтения потому что что такое коммерческие культивированные дрожжи это культивированные дрожжи то есть это выделенный штамм дрожжей который дает вам стабильный гарантированный результат то же самое что и с вином вы можете собрать ягод в вашем огороде поставить брашку ну и через два месяца вы получите брашку а если положите в эту брашку все-таки в самом начале культивированные винодельческие дрожжи вы получите хорошее бургундское вино или вы получите хорошее кьянти вот так вот поэтому что касается коммерческих дрожжей это просто культивированный один штамм который гарантирует вам что ваше тесто поднимется на него будет хорошая выпечка и все прочее а вот уже состав этих дрожжей это вопрос второй поэтому просто смотрите что написано на пачке не бойтесь коммерческих дрожжей лучше вот с моей точки зрения лучше лучше приготовить хлеб на дрожжах на закваске чем нежели покупать якобы бездрожжевой совершенно непонятный для меня продукт потому что вас обманывают недавно сдала генетический тест результат есть предположена предрасположенность к переносимости никогда не страдала от любых симптомов вам вообще нечего бояться если вы будете продолжать питаться скажем правильно следить за своим рационом избегать стресса мы сейчас об этом поговорим избегать сильного стресса да или как минимум расслабляться да и перезагружать себя от сильного стресса сильных каких-то стрессовых состояний если вы будете правильно готовить эти зерновые у вас никогда предрасположенность не проявится у нас есть замечательная конференция которую мы проводили летом она есть сейчас запись называется она пробактерия.ру на сайте да или эти очаровательные бактерии называется и там как раз была у нас эта конференция представлена более чем 30 экспертами как раз она была посвящена бактериям и у нас выступал генетик которая рассказывала как интерпретировать тексты тесты генетические вам кстати говоря тоже должен был генетик с вами пообщаться после генетического теста это все объяснить так вот совершенно предрасположенность блютена это не значит что у вас механизм проявится его нужно еще запустить так называемыми факторами которые характеризуются образом жизни питания и экспозом да то есть внешним какими-то условиями поэтому не нужно тратиться на тест он достаточно ну дорогостоящий а вы можете пройти хотя зачем не нужно вам никакой алиминационную диету даже проходить просто живите здорово питаетесь и следите как бы за качеством питания как вы готовите если если генетический тест показал целиакию можно ограничить глутен в зависимости от того есть у вас симптомы и есть ли у вас проявленные симптомы потому что генетический тест не является диагностическим еще раз генетический тест вам должен сказать генетик был если он нормальный генетик не является диагностическим тестом генетический тест всего лишь определяет предрасположенность целиакию могут показать другие тесты я сейчас скажу какие так что должно быть написано на пачке дрожжей чтобы брать или не брать должны быть написаны штаммы такие дрожжи могут содержать крахмал такие дрожжи могут содержать клетчатку может быть могут содержать соду и могут содержать лимонную кислоту ну и какие то может быть еще добавки но но не консерванты и так далее. То есть там состав должен быть достаточно короткий. Вокруг повально все отказываются от глютена. Зачем? Я не знаю, зачем все повально отказываются от глютена. Мы сегодня об этом говорим в течение этого часа. Есть синдром дырявого кишечника. Это к вопросу про генетическую целиакию. Ну и что? Ну и что? То есть должны... То есть, еще раз, генетический тест не является диагностическим. Понимаете меня? То есть вам нужно определить, есть ли у вас симптомы после употребления зерновых. Если у вас симптомы, в принципе, есть на разные продукты, тогда нужно пройти лиминационную диету и последующий тест на пищевую чувствительность. Тогда я вас приглашаю на программу про весну, где это очень хорошо рассмотрено, и выводы вы можете составить уже с учетом вашего генетического теста. Еще раз повторюсь, что генетический тест не является диагностическим. Окей, давайте двигаться дальше. Про целиакия. Целиакия – это крайняя степень реакции на глютен. Ее еще называют глютеновой энтеропатией. Целиакия по симптомам похожа на аллергию, но как бы большая степень выраженности всех этих симптомов. Это аутоиммунное состояние, потому что собственная иммунная система повреждает кишечные ворсинки. Так вот, когда люди с целиакией едят продукты, содержащие глютен, то эти белки попадают между ворсинок тонкого кишечника, и клетки иммунной системы начинают реагировать. В первую очередь реагируют макрофаги, которые посылают сигналы уже другим клеткам иммунной системы. Это Т-клетки так называемые. Они выделяют определенные химические вещества, называемые цитокинами, которые провоцируют воспалительные процессы. И дальше происходит выработка АБ-клетками определенных антител глютеном. Поскольку вот эти вот антитела, они направлены на уничтожение, скажем так, враждебных белков, то вот ворсинки, между которыми попадают вот эти вот глютен, содержащие частицы, они тоже попадают под удар, скажем так, иммунной системы. Таким образом, начинается разрушение, начинается воспаление, и начинается разрушение самих ворсинок кишечника. То есть происходит нарушение целостности кишечных стенок. В таком состоянии, когда кишечные ворсинки повреждены, они не могут всасывать питательные вещества. Поэтому целиакия, она всегда сопровождается с недостатком определенных нитриентов, с потерей массы тела, анемией, остеопорозом, сложностью, отсутствием фертильности, сложностью забеременеть, повтор, выкидыш, да, и нарушение, допустим, когнитивной функции, ну и многие другие. Люди с целиакией очень склонны иметь другие аутоиммунные процессы. Например, по исследованиям, при целиакии очень часто имеются такие состояния, как экзема, как диабет первого типа, проблемы с щитовидной железой, аутоиммунные процессы, как периодит хашимото и многие другие. Там волчанка, ревматоидный артрит, аутоиммунные заболевания кишечника, допустим, аутоиммунный гастрит и так далее. Но это совсем не значит, что при любом аутоиммунном заболевании рекомендована безглютеновая диета. Да, здесь тоже это важно понимать. То есть важно пройти, опять же, революционный протокол, определить степень чувствительности и найти уже приемлемые для вас какие-то решения в отношении дальнейшего питания. Окей. Если нет целиакии, то клютен стоит ограничивать в тех количествах, которые я назвала сегодня и говорила на первой лекции. Кроме того, что его нужно, ну, стоит ограничивать в определенной степени, его нужно еще и правильно готовить. Об этом была вся первая лекция. Итак, диагностика целиакии. Для этого, во-первых, вы обращаете внимание на симптомы. Для того, чтобы пойти диагностироваться по целиакии и не тратить лишние деньги, вы должны сначала у себя определить симптомы, да, наличие симптомов. Это не является ни в коем случае диагностика, потому что симптомы, они могут быть похожи на синдром раздраженного кишечника и на синдром непереносимости лактоза, о которых мы говорили в прошлый раз. Что вы думаете о домашней выпечке на кислые закваски? Ну, это тоже самый дрожжевой хлеб. Закваска представляет из себя не что иное, как деятельность кисломолочных бактерий и дрожжей. И вы никогда дрожжи из закваски не вынете, хотя она считается кислой по наличию молочнокислых бактерий. Ну, это один из методов, как я говорила на первой лекции, снижение количества глютена, расщепление глютена, да, и снижение количества крахмала. Второй обязательный тест – это анализ крови. Анализ крови на определенные антитела, определенные антитела, которые показывают разрушение как раз кишечной стенки. При выявлении положительного результата необходимо пройти следующую диагностику – это биопсия. Биопсия – это взятие образца вот этих вот клеток тонкого кишечника. Происходит процедура во время ФГДС, то есть проглатывание вот этого зонда, который берет образец кишечных ворсинок, и материалы исследуются на наличие воспаления. Как я уже сказала, любые аллергические и аутоиммунные процессы не всегда происходят на фоне повышенного воспалительного процесса. Поэтому для того, чтобы диагностировать целиакию, необходимо, во-первых, иметь симптомы, во-вторых, анализ крови на антитела, в-третьих, сдать, пройти анализ на биопсию. Как я уже сказала, программа «Про весну», да, программа «Про весну» поможет снизить чувствительность к глютенсодержащим продуктам, но все-таки при целиакии рекомендуется исключать эти продукты, глютенсодержащие продукты, потому что каждый раз, то есть каждый эпизод употребления пищи глютенсодержащих злаков будет провоцировать опять воспалительный процесс. Другое дело, что если вы употребляете эти продукты редко или употребляете их после правильной подготовки, в таком случае все равно будет возникать воспаление, просто в меньшей степени, ну и вы, скажем так, будете об этом осведомлены, вы будете знать, какие продукты вы как реагируете, как сильно, и вот по результатам этой программы можно уже сделать для себя вывод, в какой форме какие продукты лучше употреблять. Смело можно употреблять биццеляки, разумеется, те продукты, которые не содержат глютен, да, то есть это любые злаки, которые глютен не содержат, ну вот в отношении овсянки, например, я бы советовала все-таки покупать те продукты, которые однозначно не содержат глютен. Нужно быть аккуратными, потому что глютен может содержаться в других продуктах питания, допустим, в консервы, добавляют пшеничную муку для того, чтобы, ну, для консистенции. Очень часто глютен добавляют во многие готовые продукты, такие там, как продукты заморозки и так далее. Это может быть, как сказать, для того, чтобы провести последующую термическую обработку, то есть как бы в кляре, а с другой стороны, поскольку пшеничная мука достаточно дешевая, это позволяет повысить вес продукта, то есть это еще один маркетинговый ход или ход, не маркетинговый, а ход производителя, чтобы удешевить продукты, за удорожать, да, способствующие удорожанию продуктов за счет, на самом деле, фейкового повышения их массы. Ну и там же стоит быть аккуратными с косметическими продуктами, потому что те люди, у которых есть целиакия, это, кстати говоря, тоже может быть таким, ну, несколько диагностическим моментом, они будут реагировать на косметические продукты, которые могут содержать витамин Е, который получают из пшеницы. В пшенице очень много витамина Е. Марина спрашивает, если по биопсии показал хронический диодонит с легкой атрофией ворсинок. Ну, на самом деле, атрофия ворсинок может быть по нескольким причинам. Я уже сказала, что для того, чтобы пройти диагностику, то есть для того, чтобы была диагностирована целиакия, нужно выполнить три условия. Анализ крови на антитисла сдать, иметь симптомы, поэтому биопсия, просто приведенная биопсия достоверной диагностикой не служит. Так вот, опять же, при целиакии рекомендуется безглютеновая диета, всем остальным безглютеновая диета длительное время не рекомендуется. Почему? Потому что очень сложно на безглютеновой диете следовать адекватному количеству нутриентов, то есть восполнять их, калории, клетчатки и других компонентов. Поэтому, если у вас нет описанных состояний, достоверно известных, то ограничивать себя и сидеть на безглютеновой диете не нужно. Окей, переходим к чувствительности. Вот пищевая чувствительность, как я уже сказала, по процентам, она встречается у 6% людей. По сравнению с целиакией, которая встречается в 0,1%, и с аллергией, которая встречается в 1%, то есть чувствительность намного шире и чаще можно встретить. То есть у людей, у которых нет аллергии, у людей, у которых нет алтоиммунных процессов, то есть целиакия, тем не менее может быть индивидуальная чувствительность на глютен. В этом случае я рекомендую обратить внимание на первое, питание, то есть каким образом вы обрабатываете продукты, что вы вообще едите, едите ли вы джанк-фуд, едите ли вы, может быть, неправильно смешиваете продукты, каким образом вы готовите еду и так далее. И во-вторых, конечно же, состояние желудочно-кишечного тракта. Чем характеризуется чувствительность? Это, во-первых, отсутствие воспалительных процессов, это отсутствие антител на анализе крови, но наличие симптомов, симптомы такие как анемия, такие как боль в кишечнике, экзема, очень повышенная сухость кожи, усталость, туман в голове, ну и так далее. Так вот, как раз исследование Олечио-Фазана в большей степени касалось именно чувствительности к глютену. И вот как раз в 2011 году был открыт механизм с участием так называемого с участием зонулина, то есть так называемого провокатора синдрома дырявой кишки. Так вот, что происходит? Под действием глютена, который мы получаем с едой, у человека в организме начинает вырабатываться белок зонулин. Это первая линия защиты нашей иммунной системы, потому что вот этот белок зонулин, он провоцирует воспаление. И в то же самое время, в то же самое время... Вернулась у нас трансляция? Ага. А вот, наверное, на Фейсбуке нет. Сейчас посмотрим. Ага, отлично. Что вернулось? Друзья, со своим Фейсбука дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Вернулась ли трансляция или она там остановилась? Так, ребят, если вы меня слышите на Фейсбуке, скажите, пожалуйста, вы что видите-то? Ага. Так, я думаю, что она прервалась, к сожалению. Тогда секундочку, я еще раз ее запущу. ага, значит, итак, то есть мы обсудили, что вот этот белок, зонулин, он является как бы физиологическим модулятором внутриклеточных плотности вот этих вот кишечных стенок, да, то есть плотности соединений, и он провоцирует то, что вот эти клетки, они расходятся. То есть таким образом он провоцирует то состояние, когда вот эта вот кишечная стенка начинает протекать. Так. Программа про весну идет, продолжительность программы про весну зависит от индивидуализации программы. То есть программа, вы сами программу индивидуализируете под себя. Для этого есть определенные инструменты, которые я даю в программе. Это и опросник, и наличие ваших симптомов, и другие инструменты, которые опять же в программе есть. Это позволяет вам программу сделать максимально удобной для вас и по длительности, и по набору инструментов, которые в ней предложены. В зависимости опять же от вашего состояния здоровья, потому что все в общем-то программы включаются с разным, с разного старта, например, да, она может идти от 7 до 21 дня в зависимости от состояния вашего здоровья и сопутствующих уже имеющихся диагнозов. Кроме того, в программе есть индивидуальная консультация для каждого участника, где мы обсуждаем вопросы индивидуализации и, скажем так, набор инструментов, который будет максимально эффективным именно для вас. Поэтому вы можете воспользоваться консультацией в том числе и каждый второй, четвертый вторник я провожу ответы на вопросы в группе и отвечаю, помогаю вам в программе разобраться. Окей. Что еще способствует повышенной проницаемости кишечника, кроме того, употребление большого количества зерновых, неправильно обработанных, когда мы не снижаем содержание глютена в них? Во-первых, да, я уже сказала, что глютен провоцирует воспалительные процессы, раздражает кишечную стенку у всех людей. Подавляющее большинство с этой проблемой спокойно справляются. Они занимаются своими делами, организм очищается, кишечник очищается, ворсинки очищаются, восстанавливаются. И люди могут каждый день употреблять определенное количество зерновых. Но не у всех, у некоторых людей, в зависимости от тех факторов, о которых мы говорили, проблема может усугубляться. То есть возникает состояние повышенной кишечной проницаемости. На самом деле кишечная проницаемость может быть вызвана не только употреблением глютена, далеко не, потому что она может быть вызвана бактериальными инфекциями. К примеру, вы какие-то там продукты съели, которые содержали патогенные бактерии. Это может быть кандида. Кандида, которая живет в кишечнике. То есть кандида определенные токсины выделяет, которые разрушают целостность кишечной стенки, потому что кандида создает такую определенную биопленку, как и многие другие микроорганизмы на самом деле. И вот под этой биопленкой они находятся не только в активной фазе, то есть вы можете даже по анализам это не увидеть. И вот под этой биопленкой они выделяют токсины, которые приводят к нарушению слизистой кишечника. На самом деле это может быть неправильное питание, это может быть излишнее употребление противомикробных препаратов, когда люди решают вдруг, что у них паразитов вообще немереное количество или еще по какой-то причине начинают все антипаразитарные всякие антипокровные чистки делать даже растительными препаратами. На самом деле если препараты растительные, это не значит, что они слабее, чем антибиотики аптечные. На самом деле очень большое количество повреждений кишечника я видела при вот этом неграмотном употреблении вот таких использований таких вот программ у прохождения этих программ совершенно без надобности. Что нужно делать в этом случае? Заниматься восстановлением заживлением кишечника. То есть при повышенной чувствительности мы должны в первую очередь установить причину и затем уже ее решать. То есть еще один механизм кстати говоря развития проницаемости кишечника это стресс как неудивительно не только питание не только физиология но и стресс. Почему? Потому что при стрессе организму требуется большее количество нутриентов и стрессовые гормоны они как бы вот эти гормоны они также приводят к расширению ворсинок потому что через эти вот расширенные ворсинки в кишечнике начинает большее количество молекул проходить но должны проходить только молекулы полностью переваренной пищи а не в том числе бактерии или частицы которые очень крупные более крупные частицы и бактерии которые проникают в кровь они активизируют иммунную систему и приводят ее в состояние повышенной готовности повышенной реакции поэтому то что следует за синдромом повышенной проницаемости кишечника это как раз пищевая чувствительность так вот что нужно сделать разбираться с пищеварением то есть использовать очистительные процедуры для того чтобы устранить бактерии которые могут это провоцировать устранить те компоненты в питании чистим диету те компоненты которые могут приводить к состоянию повышенной кишечной проницаемости мы обязательно должны включать нутриенты определенные то есть БАДы и добавки которые будут способствовать заживлению кишечной стенки потому что к сожалению без них заживление будет происходить сложнее и заживление будет занимать гораздо больше времени чем нежели с их использованием мы по крайней мере на программе работая непосредственно с проблемой пищевой чувствительности мы используем элиминационную диету не только как инструмент диагностики потому что последующий дальше идет тест на пищевую чувствительность но и мы даем элиминационные диеты мы устраняем основные продукты триггеры мы даем возможность кишечной стенке заживлению кишечной стенки потому что ее в меньшей степени что-то раздражает вы можете сдать анализы перед программой в программе есть список этих анализов это ваше дело вы можете сдать а можете их не сдавать так или иначе эти анализы помогут тоже в какой-то степени индивидуализировать программу но я не думаю что они очень сильно нужны для прохождения программы они скорее нужны для вас ну а это не обязательно это опционально так то есть диета нутриенты очистительные процедуры обязательно исцеляющие рецепты которые вам помогут поддерживать целостность и работоспособность вашей пищеварительной системы очень часто повышенная проницаемость встречается у людей у которых есть ферментная недостаточность тогда мы включаем энзимы и энзимы могут быть не только аптечного характера в виде фармакологических каких-то препаратов энзимы содержатся во многих продуктах питания в частности ферментированных продуктах это раз энзимы могут содержаться во многих растительных продуктах самый богатый метананас и папайя и соответственно те энзимы которые из них получают например папаин можно его покупить на iHerb и я в программе даю ссылки на лучшие препараты которые будут использоваться в программе заживления кишечника исцеляющие рецепты без этого никак то есть на этих рецептах строится диета по завершению программы они помогают вам поддерживать здоровое пищеварение ну и многие другие например я в программе даю те пищеварительные помощники которые вы можете сделать дома например это разные смеси специи это разные пищеварительные тоники это к примеру такие живительные продукты это ферментированные продукты да там есть книга более чем 80 страниц ферментированных продуктов которые имеют заживляющие и оздоравливающие свойства и так далее примером из них является к примеру толокняный кисель или овсяный кисель ну и подобные очень большое количество продуктов на вашем сайте есть информация о выдомачивании проращивании нет не вижу смысла публиковать ферментации а ферментации зерновых как бы там есть рецепты ферментированного хлеба но больше рецептов в группе ферменториум ну как такового руководства ну нет на сайте я у меня просто времени нет все это выкладывать больше рецептов в группе ферменториум на фейсбуке ну и в программе соответственно тоже окей готова ответить на все ваши вопросы если такие остались наверное на фейсбуке у нас уже скоро закончится время ссылка на программу есть в моем профиле в инстаграм есть на моем сайте йога-детокс.ру поэтому можно туда перейти и посмотреть так вопросы так наличие атоиммунного заболевания псориаз и реакция на глютен после элиминации антитела обязательно полное исключение глютена нет не обязательно все зависит от степени вашей реакции вы написали что реакция есть но нужно определять степень реакции и ну здесь разбираться уже индивидуально запись будет да вы можете оставить ссылку свой адрес по ссылке либо в профиле в инстаграм либо вот я давала ссылку на регистрацию в группе ферментариум поэтому оставьте свой адрес и вам запись будет выслана во-первых что вы подразумеваете под непереносимостью это раз я сказала что непереносимостью очень много состояний называется а во-вторых те тесты которые достоверно могут использоваться для диагностики я назвала это анализ крови на антитела это биопсия имя виду на целиакию это биопсия и это наличие симптомов ну симптомы просто вас должны привести к мысли о том что надо наверное что-то сдать начинать можно если вы не хотите тратить все-таки достаточно дорогостоящие анализы начинать можно с алиминационной диеты например вот на программе или уже в индивидуальной работе со мной читала что все зерно в России заражено плесень наверное я говорила все зерно заражено плесень ну не все зерно а то которое неправильно хранилось что значит все зерно окей давайте на инстаграм мы прощаемся с вами к сожалению уже не успеваю 16 оба that счета все-таки нагрузили свою particulицию